Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 17 января, Православная Церковь празднует Собор 70 апостолов. По избранию 12 апостолов Господь наш Иисус Христос избрал еще 70 меньших апостолов для благовестия Христова. Избрав их, Он разослал их пред Собою под двое в каждый город и в каждое местечко, куда Сам хотел идти, и при этом заповедовал им. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. «В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому сему. И если там будет сын мира, то почить на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, вышедши на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако ж, знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие, сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается и пославшего меня. Исполнив возложенное на них Господом великое дело благовестия Христова, Семьдесят апостолов возвратились с радостью и говорили своему Божественному Учителю, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Господь отвечал им на это. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И в тот час Иисус возрадовался духом и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых, разумных, и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было Твое благословение». И обратившись к апостолам, Христос продолжал, «Все предано Мне, Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. Кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын вас хочет открыть? «Блаженные очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари, желая видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». Имена 70 апостолов, избранных Христом проповеди евангельской, не открыты в евангельском сказании, так же, как и в других новозаветных писаниях. Несомненно лишь, что первоначальный лик 70 апостолов, которых избрал сам Господь, впоследствии изменил свой состав, так что в числе ныне чествуемых Церковью 70 апостолов есть такие, которых сам Христос непосредственно не посылал на проповедь, равно как нет некоторых из тех, которых избрал Господь. По свидетельству святого евангелиста Иоанна Богослова, многие из учеников Христовых отошли от него впоследствии, что дало повод Господу обратиться к 12 с вопросом «Не хотите ли и вы отойти?». Мы знаем также из евангельских сказаний, что когда приблизилось вольное страдание Господа нашего Иисуса Христа, то число учеников его чрезвычайно уменьшилось, и не только из 70 учеников едва несколько осталось при нем, но и из 12 отпал один. По воскресению Христовым лик 12 апостолов дополнился Матфеем, но лика 70 апостолов еще, несомненно, не было. Впоследствии он мало-помалу наполнился из вновь уверовавших через проповедь 12 апостолов, из их ближайших учеников и сотрудников. Имена 70 апостолов, ныне чествуемые Церковью и известные нам из церковного месяца слова, заимствованы из сказания о 70 апостолах позднейшего происхождения и приписываемого святому священномученику Дорофею, епископу Тирскому. Но один из списков этого сказания включает в число 70 апостолов таких, которых нет в нашем месяцеслове, и из которых иные, по свидетельству писания апостола Павла, отпали от веры Христовой. Наш месяцеслов следует в перечисление имен 70 апостолов другому списку, известному также под именем сказания Дорофеева. И все лица, внесенные из этого списка в месяцесловы, действительно были современниками 12 апостолов, что сами апостолы особенно чтили их в своих посланиях, как преимущественных сынов той или другой церкви. Следовательно, после 12 апостолов это первые камни, на которых наздана была Вселенская Церковь. Естественно, чтить их и последующим христианам. Естественно, что Церковь Православная внесла имена их в месяцеслов, как 70 апостолов. По другим известиям, лик меньших апостолов Христовых состоял не из 70, а из 72. К числу 70 причисляют еще Дионисия Реапагита и Симеона, святого, именуемого Нигером. Имена их перечисляют святой Епифаний, говоря о лике апостолов. Во всяком случае, православного христианства не должно смущать размышления о том, было ли 70 или 72 апостола, потому что все святые, входящие в состав этого собора, достойны имени апостола Христова и должны быть чествуемы именно как апостолы, как непосредственные ученики и ближайшие сотрудники 12 апостолов в деле благовестия Христова и на здание Церкви Вселенской. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых Дионисия Реапагита и Симеона Нигера, преподобного феоктиста Игумена Кукума Секилийского, святителя Евстафии I, архиепископа Сербского, преподобного Ахилы Диакона Печерского в Дальних Пещерах, преподобного мученика Зосимы и мученика Афанасия, священомучеников Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева Пресвитеров, священомученика Николая Маслова Пресвитера, священомученика Павла Фелицина Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok